4,26 млрд, расходы 25,830 млн, дефицит 1,434 млн. 17-й год, доходы 22,492 млн, расходы 23,963 млн, дефицит 1,473 млн. 18-й год, 23,624 млн доходы, расходы 25,824 млн. В том числе, условно, расходы 261 млн, дефицит 1,560 млн. Здесь необходимо отметить, что в 2016 году у нас участвуют в области части безразвестные. Средства федерального бюджета у нас определены, но мы все сами знаем, что федеральный бюджет принимается на один год. Поэтому у нас показатели 2018-2018 год, средства федерального бюджета не участвуют, и поэтому у нас заходы на эту сумму пока занижены. Ну, при рассмотрении, в очередном бюджетном цепи, мы, конечно, в этой ситуации, в этот параметре. В целом, хочу, по завершению моего наклада отмечено, все-таки у нас параметры бюджета собираются в области, которые позволят, то есть, исполнять социальные наши все обязательства, прежде всего. Наша работа, с точки зрения по увеличению наших доходов и наших планов, очень, скажем так, напряженно. То есть, мы сами себя принять от такого бюджета, обязуем, достаточно серьезно поработать с нашими новыми плотинщиками. Но, и в то же время, необходимо отметить, чтобы у нас были шансы получить средства федерального бюджета, которые с изгодом в год все другие на самом деле даются. Мы должны выдержать наши параметры, которые мы вложим, а именно у нас в лицах должен быть более 7% от собственных заплат. Спасибо, Павел. Спасибо, коллеги. Поскольку всегда возникает вопрос, мы начинаем обсуждать проект, поэтому предлагается принять за основу правительства. Прошу вас проголосовать за основу. За основу принимаем, коллеги. Есть ли вопросы и консультантов, и даже вот так? Владимир Николаевич, депутату Семену Юрьевичу, мне к вам вопрос, касающийся сферы образования. В бюджет следующего года объемы финансирования заработной платы работников образования, ну и именно школ, дошкольных учреждений, заложены в том же объеме, и учитывают ли они размер стимулирующих уплат? Извините, в каком том же объеме? Во-первых, до 2015 года, то есть в том же объеме, или они ниже, выше, и учитывают ли они стимулирующие размер стимулирующих уплат? Значит, у нас фонд отлаза труда во всей бюджетной сфере заложен из расчета из ускоренного исполнения обязательств за 11 месяцев и авансирования рекомендации. Фонд отлаза заложен. Олег, есть еще уточнение? Только не надо задавать вопрос, там, приобретение стола, или там, кровати, какой-то, интернат. Это все понятно, там все ли? Проект, законность, вы знакомились внимательно, там все есть. Коллеги, если нет, тогда мы предоставили слово «сотогнать», чтобы у нас нет, это робот, так и вы. Поскольку у нас процедура будет длится целый день, в целом, уже коллеги, я считаю, что доклад был представлен очень тщательно. Детально эти годы проходили публичные слушания, много из того, что законопроектно-седу сейчас ушло, в позиции связаны с мировым чтением, в частности, по сельскому хозяйству, где есть именно такое, о чем тебе говорили в голове. Поэтому я предлагаю перейти к рассмотрению подлицевого права, подлицевого права, как раз как их, как раз мы и будем проговорить эти детали, и такое необходимо довести в дом фан, ближе, чем голосовать за бюджет СЭО. Благодарю.